Как сделать хорошее пиво не просто один раз, а сделать постоянно Для этого делается совсем простая история Она вроде логичная и такая вот простая Но как бы обязательная для того, чтобы проконтролировать весь процесс То есть во всем процессе приготовления пива есть контрольные точки На которые стоит обращать внимание Я вот тут немножечко себе написал подсказочку Для вас буду писать списком и немножко объяснять Если контролировать эти контрольные точки Знать, что контролируется И у вас всегда будет получаться хорошее пиво Всегда Поэтому пойдем от солода и по процессу производства То есть первым контроль солод Солод у нас всегда должен быть свежий От хорошего поставщика И идеально бы, если бы вы разбирались Умели читать спецификацию солода То есть экстрактивность, число кольбаха Количество мучнистых зерен Ну это все такие мелочи Ну желательно Там ничего сложного нету Вот, если вы будете уметь эти показатели То есть при покупке спрашивать спецификацию Было бы замечательно Ну или просто тупо покупать у хорошего, качественного, старого производителя Который всегда делает хороший, качественный солод Этого будет тоже достаточно Это своего рода тоже контроль Вот Контроль солода Это единичка Второе Контроль воды То есть если вы используете тоже Если вы делаете постоянно нормальный продукт На своей воде, которая не меняется То есть в принципе это вам не надо У вас хорошая вода и хороший продукт получается Но вот если бы пошли проблемы Пиво какой-то оттенок, вкус не тот Привкус не тот, запах не тот Вот тут надо немножечко разбираться В идеале, конечно, знать химический состав воды Какая у вас вода вообще Какую вы воду берете для производства пива То есть это надо знать базовые ТДС Это количество миллиграмм на литр всяких солей Вот и микроэлементов, которые растворены Вот И PH своей воды И от этого уже отталкиваться Для разных сортов, как мы знаем Нужна разная вода Для классических пилснеров Жигулевского Пшеничных сортов Нужна мягкая вода С минимальным количеством солей Вот Если вы делаете уже Карамельные, ближе там Стауты какие-то Там уже более жесткая вода Нужна для более Для проявления хорошего вкуса Поэтому если вы делаете разные сорта Конечно, желательно знать Свой химический состав воды И соответственным образом Корректировать под разные сорта Поэтому вот воду надо Тоже контролировать Но повторюсь Если у вас хорошая вода И вы делаете постоянные свои сорта Без всяких проблем То есть Можно считать Вы ее проконтролировали И она у вас идеальна Третий контроль Это контроль температурных пауз То есть Тут все очень просто Покупайте хороший термометр Который не врет И контролируйте свои паузы Чтобы вы точно знали Если вы поставили паузу 63 Максимальное осахаривание То есть Она у вас будет выставиваться На 63 И не будет скакать Там 67 Или там 60 Туда-сюда Поэтому Хороший термометр Поверенный И у вас будет все замечательно По тем паузам Вы будете Как бы контролировать идеально Свое сусло Четвертый контроль Это варка В варке у нас Есть несколько моментов Есть там Тепловая нагрузка Есть количество испарения Самое основное Что надо знать Это Количество испарения Для удаления ДМС Вот этого Кукурузного Вареного запаха Капустного Неприятного Там есть Нюанс Это по первому пункту Солод Если у вас плохой Солод И там Количество Прекурсоров ДМС Зашкаливает То Варкой Вы ничего не добьетесь То есть Первый контроль Солод Если солод Идеальный Хороший То Уже вот этот Четвертый пункт Варка Вот тут Можно проконтролировать Чтобы этот весь ДМС Он в любом случае В любом солоде Есть Но В нужных Количествах В минимальных Если вы Взяли Хороший Солод То На варке Нужно Чтобы количество Испарения Было От 4 До 6 Процентов Где-то В этих Пределах Потому что В этом В этом Количестве Испарения Как раз Вот этот ДМС Образовывающийся При варке Он улетучивается С паром Поэтому Это Как бы Контрольная точка Которую надо знать И всегда учитывать Это тоже Очень просто Поставили Там Грубо говоря 10 литров На варку 9 500 У вас Получилось Сваренного Пива Поэтому Все нормально У вас 5% Улетучилось И Будет Все нормально Пятый Пункт Хмель По хмелю Все тоже Просто И Как с Солодом То есть Базовая Это Свежесть Хмеля И условия Хранения Хмель Как мы знаем Очень быстро Портится От температуры И от кислорода Чем меньше Доступа кислорода И чем ниже Температура Тем Больше Срок хранения У хмеля Вот эти Альфа кислоты Бета кислоты Они все Изомеризуются При Доступе кислорода И при Температуре При высокой Температуре То есть Если свежий Хмель Там например Собрать И положить В комнатной температуре Он там Через Полгода Будет Не хмель Его невозможно Будет использовать Он Вонять Каким-то Тухлым Чесноком И Горечи Там не будет Ну Дрянь А не хмель Поэтому А тот же хмель Если засунуть В морозилку При минус Десяти Еще Пакетик Откачать Воздух Или там Инертный Газ Какой-то Закачать Как делают Большинство Производителей Он может Храниться Годами То есть Два-три Года В морозилке Без доступа Воздуха Будет Идеальный Хмель Поэтому Храните Свой хмель В морозилках С минимальным Количеством Воздуха Вот Берите Покупайте Только свежий Хмель Но Если Будете Еще Разбираться Тоже Спецификации Знать Какие Масла Там Находятся Эфирные Масла Какие Кислоты Какое Количество Альфа Бета Кислот Какой Он Дает Там Ароматику Это Уже Будет Плюс Просто К вашему Пиву Чтобы Знать Какие Хмеля На Какие Сорта Добавлять Чтобы Соответствовало Стилю То Что Вы Хотите От Пива Добиться Вот Это Пятая Контрольная Точка Хмель Потом Удет У нас Шестая Контрольная Точка Дрожжи Дрожжи То же Самое Свежесть Качество Надо Брать Дрожжи Только У проверенного Производителя Свежие Желательно И тоже Хранить Ну Не в морозилке Конечно Как хмель А Просто В холодильнике В холодильнике Эти пакетики Хранить И И Использовать По назначению У меня Например Вот здесь Я использую Дрожжи Извиняюсь Один раз То есть Я сухие дрожжи Там Разбрашиваю И Они у меня Бродят Один раз Второй раз Не использую Хотя дома Использовал Объясняю Почему Тут у меня Большие Большие Партии Уже Можно сказать Коммерческие Поэтому Мне нужно Стабильное Качество Стабильное Качество Я могу Добиться Только Проверяя Каждый Этап Если я Дрожжи Могу Проверить И они Чистые Не зараженные Минимальное Количество Заражения Большое Количество Живых Клеток Дрожжевых Жирненькие С гликогеном Со всеми Этим Делами Я могу Использовать Но так как У меня Нету Здесь Лаборатории И я Не могу Проконтролировать Может Там Все Идеально Но Я Не хочу Рисковать Поэтому Я беру Постоянно Новые Сухие Дрожжи И использую Их Один раз Поэтому Мой Контроль На Этапе Вот Такой То есть Я беру Свежие Дрожжи Храню В холодильнике И использую Один раз Поэтому У меня Всегда Стабильное Качество Одинаковое Качество Что для Постоянного Для Постоянного Производителя Это очень Очень важно Седьмой Пункт Контроля Это Бражение Очень важный Очень важный Пункт Потому что На брожении Можно все Сделать Идеально На брожении Просто Все Нафиг Запороть Поэтому Бражение У вас Должно Быть Тоже Под контролем То есть Контроль Это Температура Во-первых Извиняюсь Во-первых Это Чистота 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 С момента После того Как сусло Охладилось Все Это Дезинфекция На каждом Этапе Чистота И дезинфекция То есть Где-то Там Залили Продезинфицировали Залили Сусло Где-то Краник Набрали пробу Краник Промыли Дезинфекцией Шланг Набрали Промыли Дезинфекцией Все Каждый Этап Сопровождается Чистотой Дезинфекции Поэтому Это На первом Месте На втором Месте Температура Бражения То есть В зависимости От того Что вы готовите Эль Или лагерь У вас Должна быть Своя температура Если у вас Эль То есть Температура Вы хотите Там Бродить Пшеничное Пиво На 21 градусе Вот Надо Чтобы вы Контролировали 21 градус Потому что Выше Уже Другая Ароматика Пойдет Ниже Тоже Соответственно Другая Лагерь Вообще Очень Чувствителен К температуре Поэтому Активное Первичное Ображение Должно Быть Не выше 10 12 Например Градусов В зависимости От графика Ображения Про Ображение Я рассказывал Ссылку Оставлю Вот здесь Или Вот здесь Не важно Где-нибудь Оставлю Посмотрите Поэтому Контроль Температуры Это Очень Очень Важно В брожении Чистота Контроль Температуры И Потом Своевременное Снятие С дрожжей То есть После активного Брожения У нас Образовываются Дрожжи Начинают Оседать И их Надо Начинать Удалять Потому что Чем больше Они Слеживаются И лежат На дне Тем Больше Происходит Процесс Автолиза То есть Дрожжи Начинают Разлагаться И выделять В пиво Ненужные Азотистые Вещества И Ароматические То есть Пиво Начинает Попахивать Дрожжеватостью Сначала Потом Трупиком Каким-нибудь Неприятным Поэтому Своевременное Снятие Дрожжей Тоже Очень Очень Важно Это Контроль То есть По дрожжам Седьмой Пункт У нас Контроля Брожения Дезинфекция Чистота Контроль Температуры И своевременное Удаление Дрожжей Вот Это Основные Факторы Которые Надо Контролировать Потом Идет У нас Розлив Розлив У нас Все Очень Просто То же Самое На первом Месте Идет Дезинфекция Чистота Абсолютная То есть Все Этапы Должны Быть Краник Продезинфицирован Шланг Продезинфицирован Бутылка Продезинфицирована И Если Есть Возможность То Минимальный Доступ Кислорода Воздуха К вашему Уже Готовому Пиву Потому что Пиво Имеет Свойство Окисляться При доступе Кислорода То есть Должен быть Минимальный Доступ Кислорода К готовому Продукту При окислении Получается Запах Мокрого Картона Неприятные Привкусы Этого Нельзя Допускать Поэтому Если Есть Возможность У вас Углекислый Газ Например Продувать Если вы Переливаете Снимаете С дрожжей Переливаете С одного Ферментера В другой То есть Сначала Продуть Ферментер Углекислым Газом И Начать Переливать То же Самое Разлив В бутылку Если Есть Возможность То В бутылку Продуть Углекислым Газом Углекислый Газ Тяжелее Воздуха Поэтому Он Скапливается В бутылке И Большей Частью Вытесняет Кислород Воздух Поэтому Если Есть Возможность То Лучше Продуть Конечно Чистые Бутылки Углекислым Газом Потом Разливать Туда Уже Пиво И Желательно Разливать Чтобы Оно Не лилось Струем Не Не пенилось Не окислялось Не насыщалось Кислородом Поэтому Вот такой Контроль При Разливе То есть Частота И Минимальный Доступ Кислорода И Последний Пункт Контроля Это Хранение Хранение Должно Быть Холодным То есть Пиво Надо хранить В холоде Грубо говоря От Плюс Двух До Плюс Десяти Градусов Вот такая Температурная Пауза Не пауза Как она Называется Температурный Промежуток Должен быть Для хранения Пива И темнота Темные Бутылки Конечно В большинстве Случаев Задерживает Ультрафиолет Но Все равно Если на свету Будет стоять То происходит Так скажем Засвечивание То же самое Окисление Фото Окисление Такое же Как и с кислородом Пиво становится С привкусом С запахом С неприятным Поэтому Стараемся Чтобы Пиво Хранилось В холоде И в темноте И все Вот эти Девять Контрольных Точек Совершенно Не Напряжные Со временем Вы просто Будете их На подсознании Контролировать И При Придерживании Этих контрольных Точек То есть У вас Должно быть Всегда на выходе Идеальный Ровный Хороший Продукт Поэтому Если кому Интересны Вот такие Вот мои Советы Пользуйтесь Делайте Хорошее Пиво Ну Спасибо За просмотр Все Пока Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...